Тем не менее, Большой Уикенд не обошелся без преступлений. Столичные оперативники выясняют обстоятельства смерти 28-летнего менчанина. Мужчину обнаружили в своей квартире с ножевыми ранениями спины и шеи. 30-летняя жительница Мядельского района взята под стражу. Она может быть причастна к преступлению. Шумный отдых встревожил соседей, которые и вызвали милицию. Окровавленная женщина в подъезде звала на помощь, чем не на шутку напугала жильцов. Что же скрыто под покровом ночи? Подробности роковой встречи в материале Владимира Королева. Утро жильцов дома по улице Железнодорожная началось как в страшном сне. На пороге в подъезде стояла незнакомая девушка с окровавленными руками и одеждой и просила о помощи. Прибывшие сотрудники милиции обнаружили в квартире молодого человека, проживающего по улице Железнодорожная, его труп с колотой резаной раной на шее. Данные повреждения этому молодому человеку, возможно, нанесла девушка, которая ходила и просила о помощи. Следователи установили, накануне в этой квартире всю ночь гуляли, выпивали. Ближе к утру завязался конфликт, который достиг критической точки в пять утра. И женщина в этой ссоре сыграла не последнюю роль. Известно, что погибший проживал вместе с матерью, которая на выходные уехала из Минска. 30-летняя жительница Мятельского района в Минске проживает на квартире у знакомой ее матери. И занимается проституцией. Неоднократно она привлекалась за действия данного характера. Что произошло в ту роковую ночь, из-за чего возник конфликт и как долго были знакомы между собой эти люди? Вопросы, на которые только предстоит следователям дать ответ. Сейчас задержанная находится в изоляторе и отказывается давать какие-либо показания. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за убийство и грозит до 25 лет лишения свободы. Владимир Королев и Николай Рузавин. Зона Х. Минск.